Дело Саши Скочеленко, оно все же гораздо больше, чем даже сейчас кажется. Я вижу реакцию, например, немцев на это дело. Совсем недавно большая газета, крупнейшая газета, немецкая «Дитсайт», на первой полосе опубликовала отрывки из судебных выступлений российских политзаключенных. В том числе была Саша Скочеленко, был ее портрет. И очень короткое описание дела, и кто такая Саша Скочеленко. Реакция была очень большая. В любом случае, мы же понимаем сами, известные политзаключенные, вот их портреты, мужчины, женщины, журналистка Прокопенко. Это все ужасно и действительно несправедливо. Но Саша Скочеленко, она сама по себе вызывает чувство, может быть, даже неконтролируемое, хрупкое, нездоровая девушка, которая физически очень плохо, и на свободе-то ей было довольно тяжело. А сейчас она в тюрьме, которой там не дают воды, не дают пойти в туалет, не дают нормально питаться. И вот эта вся вот вокруг нее ситуация и обстановка, и за что? Как, знаешь, переклеила ценники? Она писала о жертвах. Она писала о жертвах войны. О российских жертвах она писала об убитых солдатах. И мы до сих пор не знаем никакое число убитых. Она писала тогда о первых потерях. Это переживание, что война – это смерть со всех сторон. И это настолько символичное дело. Вот его не должно было быть. Вот тем, чтобы нанести какой-то окончательный урон судебной власти, правоохранительным органам, Кремлю, лично Путину. Вот нужно было взять Сашу Скочеленко, чтобы показать всем. Да, мы козлы, да, вот мы подонки, мы мрази, мы ничтожество, мы мерзкие, мстительные идиоты. Вот надо было взять именно Сашу Скочеленко. И тогда, да, вот тогда, вот теперь видно всем, сколько бы она ни получила, сколько бы лет ей ни дали. Единственная возможность исправить, ее оправдать, конечно. А надежды, конечно, на это нет никакой. Потому что да, козлы, да, мерзавцы, да, подонки. Все время думаешь, а вдруг все-таки нет, вдруг не подонки. Ну нет, подонки. Она символ. Так бывает, что тысячи людей совершают героические поступки. И они были совершены за это время. Но вот один из них становится символичным. Одна жертва, она все-таки такая, что бьет на отпуск. По сердцу, по совести, по мозгам. Вот по всему. Это Саша Скочеленко. Ольга, мне нужно поправить небольшую несправедливость, которая у нас произошла относительно сети магазинов. Значит, во-первых, я уточнил конкретику. Во-первых, сеть магазинов «Перекресток», но важная деталь. Ее сдали не сотрудники магазина, а пенсионерка. Покупатель, при этом сотрудники сами магазина возмущение пенсионерки не разделили. То есть, они выразили удивление, что вообще пенсионерку это озаботило. Пенсионерку зовут Галина Баранова. Вот имя и фамилия человека. Вот это имя мы должны запомнить. Это имя мы должны запомнить Галина Баранова. Мы должны это запомнить. И хорошо бы, конечно, с ней поговорить. Интервью взять туда и сюда. Не то, чтобы подойти к ней с угрозами. Хорошо бы взять интервью Галины Барановой. И портрет ее мы должны знать. Вот Галина Баранова. Вот она тоже из этой серии. Женщина-мерзавка. Женщина-мерзавка.